Не очень красиво, сейчас я немножечко подстроюсь. Не очень красиво, сейчас я немножечко подстроюсь. Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые слушатели. Конечно же, вот вроде бы такая тема праздники весны, и кто-то скажет сейчас, что мы уже все знаем, мы уже нечего учить на самом деле, мои хорошие. Не все мы знаем, не все умеем. И вот предыдущий спикер, у него вот такая здоровская тема, жизнь без лекарств, как же прожить без лекарств. Вот я тоже вам буду помогать жить без лекарств, потому что все, что я даю, основно традиция нашего народа, который издревле как-то пользовался различными рецептами, рецептами, заговорами и наговорами, которые действительно существенно облегчали свою жизнь. Ну, а вначале начинаем мы с вами, как всегда, с прочистки наших энергетических каналов. Кто у меня никогда не был, мои хорошие? Поставьте мне, пожалуйста, в час, чтобы я быстренько тогда объясняла. Работа очень быстрая, очень интересная. Почему это надо делать? Потому что в этих энергетических каналах, которые проходят по всему нашему телу, есть меридиан сердца, меридиан легкого, меридиан печени, все-все-все-все, 14 меридианов. И когда в них образуется пробочка, то, соответственно, наш орган начинает работать, начинаются проблемы со здоровьем. Ну, нельзя сказать, что после того, как мы почистим эти меридианы, наши меридианы, вы полностью исцелитесь, есть нельзя. Однако, если кто болен, то выздоровление пойдет легче. Орган будет восстановиться больше. Что меня все знают? Что у меня все были? Или не хотят со мной разговаривать? Хорошо, тогда, что вам надо делать? На всякий случай все равно говорю. Отадуи над своей спиной, от мягких, удобных спинок кресел, диванов. Поставить ноги на пол хорошо и слушать свое тело. Если в тапочках тапочки, снимаем без тапочек. Хорошо? Все, и поехали. Сейчас мы, я открываю у вас большие пальчики на ваших ногах. И по истечении времени какого-то небольшого пойдет такой прохладный, может быть, поток, как будто и вот истечение какое-то из пальчиков на ногах больших появится. Возможно, ножки замерзнут. Возможно, там будет какое-то такое онемение или такие мурашки бегают. Обращаем внимание на свои ноги. Я смотрю. Значит, как только я увижу, что у вас это дело пошло, я вам буду говорить, и вы мне будете в чате просто циферки ставить, чтобы я смогла проконтролировать данный процесс. Я надеюсь, что мы договорились. Этот ритуал мой, он уже практически всем известен. Для чего еще раз говорю, для того, чтобы мне нужны здоровые, сильные, красивые и удачливые. А если есть здоровье, все остальное, конечно, вполне может предложиться. Итак, поехали. Мы с вами работаем, слушаем свои ножки. Так, у кого уже пошло, мне, пожалуйста, поставьте троечки в чат. Потому что есть у кого-то уже. Не надейтесь, мои хорошие, что будет там как-то сильное. Легкое, все легкое, все легкое. Отличники впереди Европы всей. Должны быть уже здоровыми и крепкими, Олежек. Хорошо. Пожалуйста, пишите. Это важно и для вас, и для меня, потому что нужен мне хоть какой-то небольшой контрольчик за этим делом. Чисто на физическом плане. Хорошо. Прибавляется. Еще сейчас я усиливаю. У всех на ноги внимание обращаем. Даже те, кто не отвечают, обращаем внимание на ноги. Кто считает, что со мной не надо разговаривать. Я не обижаюсь. Хорошо. Похолодели их. Да, 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 да. Вот, молодец. И еще последний разочек я сейчас вам усиливаю. Хорошо. А теперь, так как мы прочистили эти пробки, убрали, у нас меридианчики такие пустенькие, мы сейчас, я закачаю их хорошей положительной энергией, и вы будете ощущать тепло, которое будет идти, хорошо будет у вас прослеживаться на внутренней стороне бедра, в районе поясницы, и по позвоночнику, вообще-то, кому-то, может быть, станет жарко. И теперь смотрим, у кого это пойдет, восьмерочки в чат, чтобы было. Работаем, смотрим, внутренняя сторона бедра. Внутренняя сторона бедра, поясница, позвоночник. Это самые-таки, легко наблюдаемые зоны. Внутренняя сторона бедра, поясница, позвоночник. О, ничего страшного, у всех абсолютно вы увидите изменения в другом. У каждого человека разный уровень псиэнергии и восприятия. Если вы почувствовали одно, а сейчас не чувствуете, подождите, может быть, через какое-то время вы все равно это почувствуете. Кстати, могу сказать сразу, что, возможно, завтра у кого высокое давление, оно будет более нормальным, снизится, и самочувствия головные боли пройдут, да, там, какие-то вот такие болезненные ощущения, это все проходит. Так, еще чуть-чуть. Еще работаем чуть-чуть. Полминуточки работаем. Сейчас, Марин, я вам скажу, и вы увидите, где что произошло. О, Леночка, добрый вечер. Так. Мы сегодня как-то малоактивны. Марин, ну вот завтра померяйте, может быть, вы будете приятно удивлены, что оно у вас будет нормальным. Смотрите, кто не чувствовал, говорил, что я не чувствую ничего, вот, Марин, да, тепло, обратите внимание на стопы ваших ног. Они у всех у вас изменили температуру. Холодного, прохладного, на теплое, у кого-то прямо горит. Кто это чувствует, кто это видит, пожалуйста, мне в чат, ну, поставьте пятерочки, да, чтобы было. Я посмотрю. Мы с вами будем продолжать наш вечер как раз-таки такими удивительными вещами, которые праздники, будем о них говорить. И я вам хочу сказать, что в первую очередь, как бы там ни было, начнем мы с того, что мы поговорим о нашей духовности. Вот уже в обыденном смысле слово «духовность» у нас как-то потеряло свой смысл. Мы считаем, что мы духовные люди, мы ходим на вебинары, мы работаем в медитациях, проходим медитации, и считаем, что этим и определяется духовность. Кто-то считает, что определяется духовность тем, что он ходит в церковь. Это все правильно, и это только часть того, что именно растет уровень, ну, растет наша духовность, то есть мы ее как-то взращиваем. На самом деле, вот сидя в медитациях, нельзя повысить свой уровень духовности. Это неправильно, это неправильно. Уровень духовности зависит от уровня наших знаний, от нашей потребности знать, от нашей потребности себя правильно вести, и проживая свою жизнь. То есть человек высокодуховный, да, или вообще просто даже где-то близко очень духовный, да, который растет, он никогда не будет лгать, он никогда не будет сплетничать, никогда не будет обманывать, он не будет обижать других. То есть вся та духовность, она заложена в Библии. И на самом деле это семь смертных грехов, по которым если человек не будет этого делать, то, естественно, он будет расти духовно. Он никогда не будет кричать об этом, что я высокодуховный человек или нет. То есть он будет идти, он сама скромность. Но тем не менее, жажда знаний – это и посещение театров, и чтение книг, и просмотр хороших фильмов, и гуляние на природе, когда вы наслаждаетесь, это и есть повышение вашего духовного уровня. И поэтому сегодня мы с вами будем повышать наш духовный уровень тем, что мы, возможно, что-то зная, вспомним, а, возможно, что-то для вас будет и в новиночку. И, естественно, вот о праздниках весны говорить, вот они огромные у нас, да, то есть у нас начинается со Сретения, потом идет у нас… Сейчас, секундочку, мои хорошие, одну минуточку. Я поставлю. Со Сретения, и дальше у нас начинается Великий пост, который длится 40 дней. Вот этот пост как раз-таки и предназначен для того, чтобы мы поработали над собой, для того, чтобы мы очистили свои мысли, очистили свои дела, исправили те или иные ситуации, которые у нас сложились. То есть мы не можем, вот, понимаете как, нельзя исправить, конечно, все, но поработать над этим надо. К этому призывают все, и даже церковь призывает, хотя, ну, так, относительно, не могу сказать, что прям с восторгом отношусь, но, тем не менее, церковь есть церковь, это наш намоленный дом, и мы все туда ходим. И читая молитвы в этот, в эти дни, мы тоже помогаем себе очищаться. Мне очень жалко, что много сейчас говорится о том, что все ждут поста, когда именно в плане того, что садятся на скромную пищу, да, на скромную пищу, для того, чтобы сбавить вес, сбросить вес. И прямо так и говорят, что вот пост придет, о, хорошо, что пост идет, наконец-то я сброшу вес. Понимаете, цель? Вот это и есть уровень духовности. Человек не говорит о том, чтобы проработать с собой, не говорит, чтобы помириться с ближними, а он говорит о том, что сбросить вес – это единственная цель. Но это не совсем правильно, это, вернее, не совсем правильно, это совсем неправильно, потому что на самом деле нигде не было сказано в Евангелии, что Иисус Христос говорил, что садитесь вот на пост, на скромную пищу 40 дней и делайте это. Нет, это уже придумали люди, его последователи. Для чего? Для того, чтобы мы, ну, память о муках Христа, чтобы мы тоже испытывали какие-то такие неприятные моменты. Конечно, когда хочется кушать и хочется чего-нибудь вкусного, то есть мы… И в то же время, это правильно, потому что мы боремся со своим искушением, мы боремся со своими чувствами, которые… Учимся их побеждать. И это здорово. И сегодня мы будем с вами говорить о вербном воскресении, которое будет у нас с 1 апреля. Чем же вербное воскресение знаменательно? Да, конечно, в первую очередь тем, что самая главная большая традиция – это то, что мы освящаем вербочке в церкви. И придаем им огромный смысл. И это действительно правильно. Вот согласно Библии, в этот день, вербное воскресение, Иисус на молодом осле въехал в Иерусалим, да, в ворота Иерусалима. Его приветствовали все и махали ветками пальмы, так как в России это было заменено на ветки вербы. Кстати, не только ветки вербы подходят, а ветки ивы подходят тоже самое, то есть плакучее все. И ветки вяза можно, у кого там нет. На Руси тоже было это здорово, отмечалось, то есть даже больше поклонения там, вербное воскресение. Священник выезжал на Красную площадь, это в Москве было, священник выезжал на Красную площадь на лошади, которая была наряжена ослом, и под усы эту лошадь вел сам царь, государь. Вот, и царь шел пешком, то есть этим подчеркивалось то действительно благоволимое отношение к Иисусу Христу, что даже такие высокие, скажем так, чины, как цари, у нас гораздо ниже, чем Иисус Христос. И, естественно, в вербное воскресенье идет праздничная служба. Это единственное, нет, две службы есть, вот я как эзотерик, да, хожу тоже в церковь, но я хожу обычно, когда людей нету. Но на вербное воскресенье я хожу на всю службу для того, чтобы осветить веточки вербы, потому что они действительно уникальны. Они, сама верба, почему она уникальна, сама она уникальна сама по себе, потому что говорят, что воткни ветку вербы в землю, и она будет расти. Это самое несгибаемое, наверное, дерево, которое очень, ему очень трудно погибнуть. Что бы там ни делали, как бы там ни делали, верба все время выпускает новые и новые побеги, новые и новые веточки и продолжает расти. Вот поэтому именно верба заменила ветки пальмы. Вы знаете, это после службы, когда веточки церкви освящены, это действительно самая большая ценность, которая выносится. Что делали? Когда приносили вербу домой, вот только заходит, мужчина, причем, и хочу вам сказать, что это правильно и хорошо, когда приносили, заходил мужчина первый в дом, он должен был произнести такие слова, верба, верба в дом, хвори вон, и постучать по притолке, по притолке, на самом деле по притолке двери, да, то есть высоко, три раза, три раза проговорить, тем самым считалось, что дом освобождается от всякой нечисти, потому что верба тоже обладает таким же, освященная верба обладает тем, что выгоняет всякую нечисть из наших домов. Родители, и все мы знаем, что нас всех стягали веточками, да, говоря бы, и в старину, и сейчас я делаю тоже, и сына своего, и маму, и приятельниц делаю все, хлещу веточками, говоря, вербохлест бьет до слез. Но, единственное оно, мои хорошие, нельзя бить вербой по плечам, то есть по спине и по попе можно. Но тут, кстати, это действительно так, почему это правильно? Потому что, с точки зрения энергетики, в позвоночном столбе у нас проходит энергия ЦИ, которая течет, и она, как это у нас, иногда падает, и не дает нам жить полную силу. И когда веточками этими бьешь, эта энергия поднимается, и нам становится даже весело, настроение повышается, и болезни тоже уходят. Если верить в то, что вы будете делать на вербное воскресенье, то чудеса обязательно случатся. Потому что, ну, никак нельзя без этого верить. Значит, смотрите, какая еще штучка есть. Это тоже, когда человек тяжело болен, тяжело болен. Вообще, даже наука признает целебные качества освещенной вербы. И вот в старину, когда человек тяжело болен, что делали? Брали освещенные веточки вербы, им водили по тем точкам, где болит, по тем точкам, где болит. И приговаривали. Ну, тут, конечно, четное, нечетное, семь, три, семь или девять раз. Святой Дух, Святой Дух, в вербу входи, болезнь уводи. Верба придет, болезнь уведет. И действительно, выздоровление наступает гораздо больше, гораздо быстрее. То есть, понимаете, это для вас тоже такое, вот голова у вас заболела, то это проверяйте. То, что я даю действительно на вебинарах, это все работающее, это проверено мной. Я этим пользуюсь, когда у меня, и в семье своей, и когда ко мне приходят мои пациенты, у меня верба всегда стоит. И когда она не выкидывается, и не выбрасывается, даже стоит по несколько лет. И верба, конечно же, помогает, помогает нам в тех моментах, когда нас мучает бессонница. Освещенная веточка вербы ставится около изголовья кровати, и просто говорится, и человек просто говорит, он измучен все, святые ангелы, сон мой охраняйте, святая верба, нежить отгоняй. Понимаете, какое есть? И к ангелам обращение все. А верба действительно носит такой характер, когда можно исправить многие ситуации, которые со здоровьем, которые вроде бы долго тянущиеся. можно укрепить мир и согласие в семье. Когда в семье муж и жена в ссоре или вообще идут скандалы, и, кстати, если муж еще и гуляет, тоже, можно такое, и и жена такой же просто немножечко переделывается. Веточку вербы берете ее, надломили, сломали, и говорите, до тех пор, пока верба за иконой лежать будет, до тех пор меня муж не разлюбит, не забудет. Или жена не разлюбит, не забудет. Аминь. Читается это на веточке три раза. И эти веточки кладутся за икону Божьей Матери. Почему? Потому что Божья Матерь это хранительница семейного отчаяга. И когда мы, когда у нас проблемы в семье, проблемы в семье, когда мы идем в церковь, мы в первую очередь идем к иконе Божьей Матери и просим ее оградить нашу семью от всяких ненапастей. Можно веточки, что еще, в чем еще помогает верба? Если вербу, значит, сейчас, скажем, значит, если у вас какое-то дело, которое вам надо решить, и вы опасаетесь, что оно не решится, оно не решится, то вам надо взять вот эти пуховки, маленькие вербочки, тоже освещенные, три штучечки, съесть их и идти тогда на прием, ну, к начальнику, если он вас вызывает, это несложно, это быстро, поэтому вербочки, ветки вербочки у вас должны быть везде, потому что эта помощь неоценима, она малозаметна, вроде бы, кажется, ничего такого не сделано, но на самом деле это все действительно работает. есть специальный заговор, и это делается и делалось тоже мною, когда с помощью вот этих пуховочек, пуховочек вербочки, приготовленный особым образом еще и отвар, помогал забеременеть тем женщинам, которые не могли долго родить. Верба также помогает нам защититься, если вы вдруг боитесь от того, что вы с кого-то перетянете болезнь, или вам ее перекинут, и вообще боитесь заболеть, особенно это, кстати, хорошо сделать, когда в квартире есть тяжело больной, потому что болезнь, она оставляет фантомный след, и если квартирка никуда не уходит, фантом этот висит, и как паутина свежется, и когда он на какого-то человека, так образно говоря, прыгнет, никто не знает, то же самое, такой же самый момент, надо взять тоже три пуховочки, вербочки, съедая по одной или листочку, или почечки, но тут в зависимости от природы, от погоды, какое будет, съедая одну за одной почечку, говорить, вербой святой Павел махал, от меня чужие от болезни отгонял, как правда, что вербное воскресенье чтут, так и правда, что чужие болезни ко мне не пристают, аминь. Вот одну съедаете, сказали, проговорили, вторую съедаете, проговорили, третью съедаете, и я вам могу сказать, ну, это, конечно, бывают такие моменты, когда все такие случаи, ну, в большинстве случаев это оберег на целый год, на целый год оберег, что верба, конечно же, участвует на вербное воскресенье, да, конечно же, мы можем укрепить свое материальное положение, но у нас сегодня вебинар такой бесплатный, он обзорный, на самом деле, вот, я подготовила один огромный курс по весенним праздникам, где мы будем, там будет очень много обрядов, которых, конечно, вы не найдете, и поэтому хочу вам сказать, что вот, сейчас, если Танечка скинет, вы уже заранее проходите, смотрите, что там будет, курс будет очень большой, часов 5, так что готовьтесь, это он будет последний в моей практике, больше я его проводить не буду, и я соберу для вас очень-очень много всего интересного. Вербное воскресенье можно примирить вообще всех, в семье можно примирить, можно примирить сотрудников на работе, или в общем, человека, с которым вы в ссоре, с соседями можно примириться, очень легко и просто, обязательно должно быть 6 веточек вербы, вы, когда начинаете, сначала обращайтесь вот к вербе, просто, свеча у вас всегда горит, когда мы выполняем какой-то обряд, это обязательно свеча и икона, и вы говорите, верба, сеститься, не изволь Дневица, Царица Небесная меня посещала, к тебе отсылала, мне обещала, что поможешь ты в любом деле, удачей и благостью своей одаришь, аминь. А потом берете букетик, но мои ученики знают, как еще усилить, у нас есть волшебный, волшебная палочка наша рука, и мы делаем немножко по-другому, но вам можно сделать и так, все равно сработает, вы взяли, поднесите эту вербочку, эти 6 веточек к... к губам и прошепчите, заговариваю я, раба Божьего, имя человека, заговариваю я, раба Божья, второго человека, нет между вами раздоров, никаких разговоров, ни праздничных споров, жить вам дружно во веки веков, аминь, считается это 9 раз, после этого, вы делите букет на 2 веточки, на 2 букетика, делите, можно еще вдобавок завязать красной ленточкой, и вы отдаете эти букетики, ну, поругавшимся сторонам, непременно, в течение, вот до Пасхи эти люди как минимум станут между собой разговаривать в добром тоне, да, то есть будут слушать себя, кто-то скажет, ну, а как вот соседям отдать, вот, да просто так, вот идете, скажите, ой, кому-то же все равно надо делать первый шаг, правда в ссоре, кому-то надо делать, занесите, если с соседкой поругались, знаешь, я вот вербу ходила, освещала, и тебе принесла, никто эту вербу не выкинет, понимаете, потому что все знают, что она святая, ничего страшного, и будет стоять, и будет работать, как, как ей и положено, поэтому, мои хорошие, все, что вот, все, что можно, все, что говорю, пробуйте в своей жизни, на кто-то сейчас может сказать, вот у меня не работает, у меня не работает, я сколько делал, заговором пользуется, не работает, как-то я говорила о том, что, конечно, у каждого заговора есть ключ, и есть замочек, да, это первое условие того, что заговор должен работать, а потом, мои хорошие, вот сейчас я раскрою вам такую страшную, страшную тайну, страшную тайну, что, как, видите, смотрите, искусством заговора владели немногие, и они передавались из поколения, от поколения, от дочери, от матери, дочери, там, внучки, так вот ошли, и это было, это были целые династии людей, которым пользовались, и все срабатывало, ведь, смотрите, даже старые, стародавние времена, никто этим полностью не владел, а вот теперь смотрите, что произошло у нас, где-то кто-то услышал, и это все выкладывается в интернет, в книги, да, но мало того, что не даются ключи из замки, ну вот вы подумайте, как могут вот эти сакральные знания, которые передаются от человека человеку, как они могут просто так быть в свободном доступе, могут, но работать не будут, и вот что будет еще у нас на курсе, будет посвящение в заговорное слово, и вы, кто придет туда, будете владеть любыми заговорами, вы сможете, и все у вас будет работать на 100%, потому что, ну уж извините, я как мастер вам это право передаю, как наследство, это мое наследство для вас, это посвящение, оно будет по времени, некоторое время занимать, но единственное, что я сразу говорю, что поставлю такую вещь, что вы не сможете пользоваться черными заговорами, да, по черной магии, поэтому, если вам это интересно, если вы этого хотите, то пожалуйста, приходите на курс, и я с удовольствием вас всему обучу, и с удовольствием вам обо всем расскажу, ну вот прошло у нас вербное воскресенье, и что у нас, значит, идет после вербного воскресенья, после вербного воскресенья, у нас начинается страстная неделя, или страшная неделя, да, как, как, то, как называет, на самом деле, это действительно, она полна событиями, полна тем, что, вот в это время, в это время, он, пост особо строгий, и не только в еде, а в мыслях, и как раз таки, вот в эту последнюю неделю, нам и предлагается, очистить себя духовно, очистить себя на всех уровнях, и на физическом, и на духовном, и на астральном, на всех уровнях, вот, кто-то может сейчас задать вопрос такой, а разве в пост можно, вот, заниматься там заговорами, это можно, мои хорошие, можно ли чиститься, у меня один раз пришла пациентка, ко мне, с такой, ну, с тяжелым видом, скажем так, порчи и того, и подобного, и задала мне такой, я говорю, надо почиститься, если вы хотите, потому что я никогда не настаиваю, это ваше право, ваша воля, делать что-то или не делать, и она говорит, ну, в пост же нельзя это делать, вот приду после поста, я говорю, как нельзя, вот сами, мои хорошие, подумайте, если пост, это очищение, и вас чистят, да, вас на всех уровнях чистят, да, разве это плохо? Конечно же, нет, поэтому чистка, любая чистка, ваших близких, ваших родных, квартиры, это очень даже хорошо, идет усиление ваших, скажем так, ваших желаний, то есть вы желаете же почистить, освободиться от всего, вот как раз таки пост, и усиливает это все, поэтому готовьтесь, готовьтесь, и мы с вами все это будем делать вместе, научу, как чистить правильно квартиру, научу, как чистить другие вещи, почистимся, как пользоваться, я же говорю заговорным словом, но это будет на курсе, поэтому еще раз вас приглашаю, проходите, смотрите, заказывайте, кому это интересно, это действительно очень интересно, очень большой курс, и вы многого чего не найдете. Страстная неделя начинается с понедельника, и эта неделя, вообще страстная неделя, она в честь страданий Христа, в эти дни, я уже сказала, пост должен особо страдный, но главное не удержание от пищи, а покаяние, молитвы и сознание своей греховности, ну, кто-то скажет высокие слова греховности, я уже заранее, в начале вебинара, обозначила, что такое наша греховность, это наши дурные мысли, это наши ссоры, это наши, кого мы обидели, кого мы унизили, кому плюнули в спину, это все наше, вот это осознание должно у нас прийти, потому что, смотрите, если мы с человеком не разговариваем, вот мы обиделись, мы поссорились, или вы считаете, что вас обидели, никогда не забывайте о том, что когда-то вы этого человека вынудили поступить, именно вы виноваты в этом, потому что вы этого человека вынудили поступить так по отношению к вам, да, почему, потому что тоже мы все смертны, у нас мысли разные в голове кроются, и вылетают они когда неосознанно, и мы, может, что-то сказали такое, и не подумали, что человек обиделся, он не показал, но перестал с нами разговаривать, вот и получается, что мы вынудили, и поэтому, когда вы идете в церковь, когда вы идете в церковь, ставьте, пожалуйста, свечи, свечи, об исцелении, тяжелой, тяжелой болезни греха, греха нашего, как это, или просите Господа, простите врагов ваших, за то, что они поступили так по отношению к вам, за то, что вы вынудили их поступить по отношению к вам, вот тогда придет прощение вам, тогда придет прощение вашему, скажем так, недругу. Страстная неделя, конечно, это, естественно, порядок, в доме наводились, готовились к светлому празднику Пасхи, и каждый день Страстной недели был предназначен для чего-то. Великий понедельник, вся Страстная неделя носит название Великий понедельник, Великий вторник, потому что это действительно Великая неделя. Вот в понедельник Великий необходимо закончить, необходимо закончить все строительные работы в доме, если они у кого ведутся. То есть покрасить, отремонтировать, вот именно в понедельник это все должно быть у вас закончено. Знаете, что вы должны, как оглашен, там где-то какие-то недоделочки, доделайте, пожалуйста. И в этот день вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, которого продали в Египте, как прообраз страдающего Христа. И также вспоминают о том, что как Иисус проклял смоковницу неплодоносящую. И понедельник и вообще в среду Страстной недели, если уж вы придерживаетесь поста именно в еде, запомните, мои хорошие, есть можно только хлеб, овощи и фрукты. Вот в понедельник и в среду. Великий вторник. Великий вторник. В этот день вспоминается как обличение Иисусом, фарисеев и книжников. Кто такие фарисеи, вы, наверное, ну, может кто знает, может нет, это как торговцы. Это торговцы. И о вознесении, тут о воскрешении как притчи он рассказывал, как о воскресении из мертвых, о страшном суде своим последователям, своим ученикам. И в этот день обязательно, обязательно должны быть закончены все работы, которые происходят с одеждой. это стирка, это глажка, это штопка. И смотрите, мои хорошие, по сути дела, вся неделя у нас, вот понедельник, вторник и среда тоже, она у нас вся будет посвящена каким-то таким домашним делам, которые подойдут к чистому четвергу, к великому четвергу. И еще, значит, смотрите, во вторник на Руси было принято делать соченное молоко, вот, которое, это из остатков льняного молока, когда и конопляного. И этим, вот этим соченным молоком полили домашних животных, чтобы оберечь их от падежа, от болезней. Что у нас еще, чем, что вторник, вот, тут же и говорится о том, что, вот, особой силой вообще обладают семена. Кстати, во вторник хорошо заговаривать семена на посадочку. В великую среду, страстная среда, готовится постное вечерие, 12 постных блюд и под крышу, смотрите, какая штука интересная, под крышу кладут кусочек хлеба, соль и мыло. И, вот, вероятно, невероятно, я так скажем, они, как бы, соль, кстати, четверговую лучше положить, которая осталась с прошлого года, вот, положить, они образуют такой энергетический сгусток, который на ней напитывается, и они служат оберегом, оберегом для семьи на весь год, да, потом вы в четверг это все вытаскиваете, заворачиваете в льняную ткань, ну, или в хбшную, в натуральную ткань и убираете. когда приходит тяжелая болезнь, да, или какие-то несчастья в дом такие вот серьезные, не то, что говорят, что я там деньги потерял, это вот несчастье, на самом деле, нет, а вот когда ты уже заболел кто-то тяжело, или что, вот можно отламывать от этого кусочка хлеба, да, вот прям расскажут, он же все равно засохнет, отламывать и давать кушать, что солью, соль она по себе, сама по себе впитывает негативную энергетику, но мыло еще то же самое, его, ну, я в общем-то, знаете как, не говорю о том, что его надо убирать, я бы так сказала, оно должно находиться в ванне тоже на черный день, когда вы приходите, вот чисто символически, взяли, смыли себя этой водичкой, намылили руки и смыли, да, то есть вы убираете, по энергетике это очень сильный и очень мощные вещи. Великая среда, вот великую среду, значит, вспоминают предательство Иуды, да, за 30 серебряков, когда он предал своего учителя, и вы знаете, как раз таки в этот день вспоминается та грешница, которая омыла ноги Иисусу миром, мир это ладан и масло специально, вот омытый мироточник, это готовились, готовится, как обрабатывали умерших, да, вот обтирали умерших, то есть миром, миром, и вот когда грешница омыла ноги, она как бы сама того не подозревая, подготовила Христа к тому, к его, ну, к его погребению, и вот, вот в этот день тоже считалось, что читая молитвы, можно оберечь от падежа скота, вот такой день, вот действительно скорбный, действительно, вообще во все дни рекомендую, и вообще, конечно, дочитать молитвы, особенно сильные молитвы, это Псалом 50-й, Псалом 90-й и верую. Отче наш, конечно, мы читаем ее, смотрите, это молитва, единственная молитва, которая должна, дана нам Господом Иисусом Христом, и она является как скорой помощи, по 40 раз ее читать не надо. Вот, разбирайтесь в себе, думайте, и вот, все это дается для того, вот вся наша страстная неделя дается нам для того, чтобы мы подумали о том, что не предали ли мы кого-то, да, то есть, вот как напоминание, не сделали ли мы чего, и чтобы мы раскаялись в этих делах, для того, чтобы прийти к светлой Пасхе действительно очищенными и осветленными. И страстной четверг, да, великий четверг, во-первых, была тайная вечерин, на которой Иисус Христос, помимо того, что рассказывал, Он омыл ноги своим ученикам. Что это говорит, о чем это говорит? О том, что Он никогда не возносился, не на, Он был прост в общении с людьми. И как раз таки этому нас учат. Будьте простыми, будьте внимательными, будьте, ну, старайтесь приблизиться к той жизни, которая жил, к его образу. И тогда, конечно, духовность наша возрастает. И также великий четверг характеризуется тем, что трижды апостол Петр отрекся от Христа. Трижды отрекся от Христа. И в чистый четверг, конечно же, начинается наша генеральная уборка. Генеральная уборка не только в плане физическом квартире, но и в нашем духовном. И начинается, как раз таки с этого дня, начинается приготовление к Пасхе. Так, вот о чем я говорила, что после, когда в среду, после предательства Иисуса Христа, все ученики разбежались, все ученики разбежались, ну, тоже люди, да, и только Петр и Иоанн, они стали следовать, издалека следовали за Иисусом. И когда у него, у Петра спросили, ну, стражники увидели, Петра спросили, знает ли он Иисуса, он сразу сказал, нет, не знаю. А потом его увидели служители, которые, ну, так, в это время как раз таки запел Петух. Вот, и когда увидели его еще два человека, и он тоже два сказали, что он не знает Иисуса. А в тут хороши слова, когда, не то, что хороши, слова знаменуют, которые это, Иисус Христос еще в среду, когда со своими учениками беседовал, он сказал, прежде чем пропоют три петуха, Петр отрижал, о нем, от меня отречется. И вот на утро, или в ночь, даже можно сказать, Иисус Христос был приговорен к смерти и распят, да, в пятницу. И Петр раскаялся, И Иуда предатель узнал об этом, и как раз-таки повесился на осине. Понимаете? И почему его называют Иудина дерева? И всегда, когда хочется от чего-то защититься, присутствует осина. И хочу вам сказать, что не во всех регионах существует, растет осина, и поэтому есть заменители, которые есть везде. Спички, спички делаются, мои хорошие изосины. Вот мы плавненько с вами переходим к чистому четвергу. В чистый четверг считалось, что велись службы, и считалось, что огонь свечи, который донесет, донесет свою горящую свечу, донесет, то эта свеча, то есть можно зайти, чуть-чуть прогорела, и погасить ее пальчиками обязательно или чем-то, только не дуть. На свечи дуть ни в коем случае, сразу говорю, мои хорошие друзья, эта свеча будет защищать дом от пожара, то есть иногда зажигать. Еще говорят, что в чистый четверг души праведников возвращаются на землю, чтобы справить мертвецкую пасху. Тут, конечно, легенда интересная, я в своей практике этого не видела, и не могу сказать, есть это правда или нет. Не проверялась у меня как-то, не то, что не проверялась, я это хожу в церковь на службу, но ни разу не видела. То есть можно увидеть умерших священников, то есть фантомы, и прихожан во время службы. Четверг готовится, четверговая соль. Как готовить четверговую соль? Кто-то может сейчас сказать, ой, знаем, надо калить на сковородке, там часто, мои хорошие. Да, на день рождения задувают. Я имею в виду церковные свечи, Леночка. Значит, как готовится четверговая соль? Четверговая соль, да, кто-то готовит ее из золой, На самом деле, если вы придете на курс, вы станете волшебниками, и вы будете, без всякой копоти, без всякой, без всяких таких затратных времен, готовить четверговую соль. Для себя, для своих близких можете сделать. Она очень, действительно, святая. Четверговая соль, сделанная в чистый четверг, она обладает особой силой. Но, с другой стороны, я вам могу сказать, что четверговая соль, как по аналогии, сделанная в любой четверг, она тоже обладает большой силой, но, все равно послабее. Поэтому, в чистый четверг, запасаться пачечками соли, мы с вами, и вы будете все это делать. В чистый четверг, естественно, до до рассвета считается, что надо вымыться. И моется это отварами трав. Ну, конечно, Ириш, моется отравами из трав себя моет. И, когда вот моем себя, читаем, отче наш. И, никогда, никакие хвори, недуги не пристанут. В чистый четверг дом окуливается можжевелом, скажем, можжевелыми веточками. Тоже отгоняют нечистых. Знаете, вот самое интересное, Джерс скажет, ой, где же взять этот можжевельник, да? Мои хорошие, есть палочки ароматические, они прекрасно являются заменителем именно можжевеловых веточек. И, естественно, в чистый четверг самое время доводить до конца уборку в нашем доме. И до чиста отмыть стены, если раньше не помыли. Хотя я вот стараюсь сделать это все заранее, чтобы в чистый четверг провести множество обрядов, которые мне тоже помогают жить, помогают моим близким. все, в чистый четверг ваш дом должен быть готов, вот полностью очищен. И плюс, конечно, его дом надо очистить энергетически. Кто-то скажет, да, я делаю, я свечечкой там прохожу, и это мои хорошие. Чистить дом тоже надо правильно. Во-первых, всегда, это правило я вам рассказываю, чистится всегда против часовой стрелки, а заряжается по часовой. Как, откуда начинать? Ведь когда, понимаете, когда мы просто проходим по дому, по своему, по квартире, по нашему жилищу, мы вроде прошли свечкой там выгнали, да, то есть, а не запечатать, надо дверку запечатать, да, кошки запечатать, чтобы ничего это не, чтобы у нас ничего не было, не осталось никакой нежки, понимаете, а то так мы пройдем из одного угла, погоняем в другую, никуда не денется, так и будет. Мы один уголочек там стеночку почистили, а он на другую перебрался, вся пакость, грязь, которая у нас идет. Вот, и, естественно, поэтому энергетическая чистка дома, она очень-очень важна, и огромную силу имеет. Кстати, наговором на воду, когда, как умываться, тоже я замечательный, не то, что замечательный, очень сильный, очень сильный, обряд на курсе буду давать, на курсе буду давать, поэтому, еще раз говорю, приходите, буду очень рада. Говорила, вот, во время купания, да, тоже самое, деток особенно, маленьких, купайте, водичка, водичка, когда вы, заговор на удачу, я же говорила, здоровье, ты лейся, лицо мое очищает, вот, заговоры все даю. Это здорово очень, деток, вот так, купания маленьких в чистый четверг, снимает испуги, снимает сглазы, даже вот просто такими вот вещами, просто приговаривая, когда это все работаешь, потому что любой заговор, любое вот старое, как говорят, заклинание, оно построено на особых звуках, оно построено так, что звуки выстроены, ну, как вот, как мелодия, поэтому в заговорах, говорят, нельзя менять слова, да, если они написаны на старославянском, читать на старославянском, вот так вот вещь, еще что я вам расскажу, действительно, существуют такие приметы, что при уборке в чистый четверг можно отыскать все, что угодно, я же вас на курсе буду учить искать подклады, скажем так, ну, или же те вещи, которые вносят ваш дом дискомфорт, то есть, какая-то негативная заряженная вещичка, то есть, бывает такое, что подарят, вот там, там, вазочку подарили, а сам говорит, ой, зря я ей подарил, ваза не несет, вы-то радуетесь ей, вы обрадовались подарку, вы обрадовались, что она красивая, но она с другим посылом стоит, и поэтому, вот такие вещи, с которыми, кстати, я могу сказать, надо распрощаться, обязательно, ну, я вас научу, как это делать, если, вот, начиная с чистого четверга, из дома, ничего, не отдавать, вот, зарубите себе, на носу, ни спички, ни кусочек хлеба, ни соль, ничего нельзя отдавать, потому что, вы отдадите свое счастье и достаток, понимаете, о чем я говорю, да, есть, конечно, и погодные, такие, приметы, которые в чистый четверг, это, если теплый, если солнечная погода, теплый остаток весны, дождливый день, повлечет за собой холода и сырость, да, до самого лета, вы знаете, я живу на юге России, я всегда смеялась и говорила, вот, у нас эти приметы, если честно, не работают, потому что совсем другое, а вот на средней полосе, действительно, все приметы, которые собраны, годовиками народом, они все работающие, поэтому пользуйтесь этим всем, и это будет для вас такая подмога, многого можете избежать, и многого сможете, ну, пройти, какие-то, какие-то беды могут пройти стороны, и, конечно, я вам вот сейчас даю заговор на удачу и счастье, что вы делаете, вы моете свой дом святой водой, вы знаете, что святая вода, это не обязательно, вы должны ведро налить этой святой водой, да, святой водой, вы должны крышечку из бутылки, где святая вода хранится, налили ведерко, и во вся вода святая, вы моете, над водой читайте заговор, да, очищается чистым четвергом вся матушка земля, очистится чистым четвергом и душа моя, как правильно ходят по небу солнце и луна, по своему вечному кругу поворачиваться, так правильно повернется ко мне счастливая доля и судьба, ныне и пресно, и во веки веков, Аминь. И вот для тех, кто никогда, кто говорил, что заговор не получается, смотрите, вот в данный момент я вам даю ключ и замок, потому что ключ в этом заговоре, это что вы моете дом святой водой, а закрывается этот заговор, ныне и пресно, и во веки веков. Читайте над водой, а потом, когда вы помоете это все, вы еще трижды читаете на свечу, на горящую свечу. Понятно, мои хорошие? Свеча должна прогореть до конца. Понятненько с этим обрядиком таким? Ну раз молчите, значит все понятно, если что непонятно, посмотрите еще по записи. Значит, и в четверг начинается, естественно, подготовка уже к Пасхе, то есть мы готовим себе, красим яички, печем Пасхи, Пасхи, делаем куличи, не печем Пасхи, делаем Пасхи, потому что Пасхи творожные, а печем куличи, да, это все начинается вот именно уже в преддверии, мы готовимся к тому, что после строгого поста про веселый, здоровский праздник Пасхи мы будем разговляться, и мы будем кушать то, что нам хочется действительно, но не чревоугодничать, естественно. И вы знаете, на самом деле обрядов, которые проводятся в чистый четверг, очень много. Вот если вы пойдете на курс, я вам говорю, очень честно, очень серьезно, то будете делать уборку вот понедельник, вторник, среда, в четверг вы будете заниматься только этим. Почему это надо делать, мои хорошие? Почему? Когда вот иногда говорят о том, что да я уже делал на денежки, на то, чтобы прибыль была, и на то мне, в общем-то, это и не надо. Нет, мои хорошие. Все, во-первых, в эти праздники очень большая сильная энергия, да, она усиливается, и все, что не происходит, то у вас все, оно вот действительно случается. Просто мы, я же говорю, настолько у нас замыленный глаз стал, что мы не замечаем этого. Мы не замечаем, и кажется то, что да, так и должно быть, так и должно быть, на самом деле нет. Смотрите, учитесь, радуйтесь. И вы, если вы проводите обряды на свое благополучие в материальном плане, вы укрепляете каждый раз, вы как бы, понимаете, вот это как табуретка, да, которую вот там сделали, вот обряд, это табуретка, и она стоит на четырех ножках, и одна, и вот начинает как-то качаться одна ножка, да, табуретка начинает перекатиться, и вы как бы под нее подкладываете еще брусочек, то есть вы укрепляете то, что вы делали раньше, и это необходимо, для того, чтобы вы жили богато, но богатство, вы не забывайте о том, что богатство, это не только материальное, это и духовное. И что могу сказать, выполняя все то, что делается на чистый четверг, на все великие праздники, на все большие праздники, и денежные обряды, и счастье, они, естественно, поддержат ваше состояние, на материальном состоянии, вы понимаете, не могу сказать, и не буду вас обманывать, что на вас свалится там камаз денег, который вы будете кидать налево-направо, то есть вы будете ничего не делать, нет, вам будет даваться то, чтобы вы смогли побольше заработать, чтобы вы смогли купить там себе новую мебель, это действительно поддерживается этими заговорами. Без них как-то тяжеловато, я вам скажу честно, трудненько пройти. Не то, что можно, конечно, но это значительное облегчение того, чтобы наша жизнь текла более спокойно, более ровно, и чтобы вы были более уверены в завтрашнем дне. Еще одну маленькую хитрость рассказываю, бабушкина хитрость это, перед тем, как тоже, кто не пойдет, можете сделать этот обряд, перед тем, как убирать, вы открываете все, ой, Ниночка, поменяйте регистр, я не прочитаю, Ниночка. Значит, перед уборкой мы открываем все форточки, все, правой рукой вы берете пригоршню соли, не четверговой, а обычной, и вот на нее, да, вот, ну, ученики, волшебники, кто придет, будут по-другому, не можете как делать, но вам, кто не придет, будет читать. Значит, вы на нее прямо так и читаете, «Катись катанием, доля худая, разлучница, кубушница, катись не тенись, у порога не крутись, за крыльцо не цепляйся, на воротах не вестни, песья лешего воронья подмога, катись от порога во имя Отца и Сына, и Святаго, ныне и присно, и во веки веков». Три раза тоже читается наговорчик, «Эту соль вы выносите за порог и хорошо выкинуть в проточную воду». Хорошо выкинуть в проточную воду. Вот скажешь, «Где же я возьму проточную воду?» Практически у всех есть проточная вода. Конечно, тут надо заморочиться маленько. Кто живет в городе, у всех есть ливневки, куда можно пойти и выкинуть эту соль. Что вы делаете? Вы туда договорили, вы из дома еще на эту соль стянули, вынесли ее из дома и выкинули, вода растворила, унесла. Два сильнейших энергетта, плюс заговорное слово. И после этого значит, чтобы денежки водились, такая хитрость, мы, естественно, протираем всем окна и двери, да, с водичкой, да, бросаем туда денежки и тоже три раза наговариваем на это. Денежки водитесь, не переводитесь, раститесь, умножайтесь, прогуни, доставайтесь. Когда вы все это закончили, вылили воду, денежки достали и вот, понимаете как, тут воду под любое дерево выносим, ну уж заморочитесь, кто на этаже живет. Это для вашего же блага. Тут главное, знаете, что вот эти деньги, которые вы вытащили, вы в чистый угол дома не кладете, мои хорошие, вот, не кладете, а вы их кидаете, понимаете, кидаете. И смотрите, кто-то говорит серебряной монетой, что вот, смотрите, я предпочитаю вложить желтенькие монетки, потому что в свой дом я хочу побольше принести золото, да, желтенькие монетки это золотые. Поэтому пользуйтесь, по полу делайте. Вы просто научитесь замечать то, что когда у вас начинает какая-то проблема денежная, она почему-то очень быстро решается каким-то образом. Неизвестно откуда там что-то либо подарят, либо долг, либо просто дадут кто-то, откуда не ожидаешь, приходят денежки. Вы никогда не будете ходить с пустым кошельком. Вот это такие вот маленькие хитрости. Смотри, Наташечка, вот уборку, нет, когда в четверг мы делаем, по большому счету мы делаем ее уже чисто символически. Понимаешь, мы уже там в понедельник мы уже везде протерли пыль, постирали все, все погладили. И когда приходит четверг, нам уже по сути дела убирать-то нечего, да? То есть не надо вот на последний, я почему и говорю, на последний день не оставлять ничего. Везде по залежам полазили, все вытащили, выкинули. А в четверг уже чисто символически тряпочкой пыль протерли, там окошечки и все остальное, да? Окна чистые. Причем я вам хочу сказать, что значит, что хочу сказать, что обязательно вот этой водичкой протираются именно рамы и двери. Понимаете? Не стекла, рамы и двери. Но есть еще, я же говорю, есть еще другие хитрости, которые работают побольше, посильнее действительно, поэтому приходите на курс, узнайте много-много-много. Причем я хочу вам сказать, что вы передадите это своим близким, ваши близкие могут пользоваться этим, ваши дети, ваши там дочеря, сыновья, невестки, то есть близкий круг. Но если вы передадите просто так какой-то подруге, ничего у вас не сработает. Понимаете? Вот такая вот вещь интересная происходит. И Великая Пятница. Вот это такой день, это день Великий Скорбик, когда действительно о суде, когда день воспоминаний о страшном суде над Иисусом Христом и распятие его. И в этот день ничего нельзя делать по дому. То есть у нас уже все готово. Понимаете? В четверг, у нас подготовка в четверг, что все мы сделали. Не петь, не танцевать, ничего такого нельзя и ничего как, ну, кто держит кост в еде, ничего в этот день кушать нельзя. Это память о страданиях Христа. И вечером в пятницу выходят, выносят плащницу, это ткань, на которую был завернут Иисус Христос. Вот. И вот в этот день конечно и священники, и Писание призывает задуматься, повторюсь еще раз, не похожи ли мы на тех, кто предал Христа, на его учеников в то время, не ищем ли мы в окружающих нас людях врагов, не поступаем ли мы против совести, когда пытаемся добиться для себя каких-то материальных благ. Понимаете, какая вещь? Поэтому, ну, постарайтесь быть в эти дни действительно чистыми мыслями, чистыми словами, чистыми душой и телом. Страстная суббота. Здесь происходит, здесь во время службы вспоминают пребывание Христа во гробе и начинается в церквях освящение пасхальной еды. В субботу же, именно в субботу в Иерусалиме сходит благодатный огонь, который потом разносится по всем странам, да, по христианским церквям. Вы знаете, что еще здесь ой, что я хотела то еще сказать такое интересно. Вылетела, значит, не что-то не так. И считалось, что если в ночь на субботу, суббота на воскресенье, на пасхальное воскресенье, мы не будем спать, то мы не проспим свою удачу, да, вообще это издревле верили люди на Руси, что если, значит, мужчина, это предвещает, если он не спит, удачную охоту там или что, нет, удачную работу, девушкам скорое замужество, кто не спит. И вот освещается, вот я сказала, освещается еда, которую мы будем есть в воскресенье, разговляться. И что тут самое интересное? На курсе. Там не написано, не подчеркнуто, но я вам расскажу, какую корзинку надо собрать в церковь. И что обязательно надо отнести, осветить. и что потом, как, с какими словами все это надо кушать. И вот эту корзиночку, вот все освещенное, хозяйки раньше закрывали полотенцем, и чтобы не дай бог никакая ни крыса, ни мышь, ничего, чтобы не коснулось ничего, то есть, понимаете, плотно окупорить, потому что считалось, что можно, что этим испортится еда. Вы знаете, по разным поверьям, всякое бывает, ну, происходят всякие вещи, и очень много, и заговоров, и наговоров, и все этому, все этому вы научитесь, и все этим вы будете владеть, если придете на пост. заканчиваем страстную великую субботу, хлопотный день, заканчиваем мы все приготовления, и смотрите, если такая вещь, когда мы красим яйца, и лопнула скорлупа, ее выбрасывать нельзя, нужно опустить в речку, потому что считается, что как раз таки яйцо это лопнуло, потому что забрало негатив, по речке пустить, кушать его уже нельзя, вот, это все мы делаем великую субботу, и наконец-таки самый праздничный, самый долгожданный взвод, который колокольный, пасхальный звон колоколов, звучит весенним под небеси, да будет здоровье, радость и любовь, Христос воистину воскресе, мы все приветствуем себя в этот день со словами Христос воскрес, нам отвечают воистину воскрес, вот самое интересное, тоже такая примета существует, что когда в церкви первый раз произносят Христос воскресе первые слова, то девушки не отвечают при колокольном зоне, не отвечают Христос воистину воскресе, жениха хорошего, охотники отвечают хорошего, хорошей добычи, и все, это все связано с народными поверьями, с народными такими вещами, которые, ну, они, вроде, я же повторюсь еще раз, вроде какая-то мелочка, что-то такое, но тем не менее, они существенно помогают облегчить нам свою жизнь, конечно, очень, еще, значит, смотрите, что бы я рекомендую, я делаю всегда, это, мне приносит эта радость, удовольствие, ну, и, такое, настроение хорошее, я готовлю каждое воскресенье, семь подарочков, таких, небольших, там, ну, полотенчик какой-нибудь недорогой, или платочек носовой, какой-нибудь, привет, такой красивый, и положу туда яичко, как мы всегда раздаем пасочку, и я отношу это, ну, раздаю, вот, соседям, там, близким своим, потому что, если вы это сделаете, это считается, я считаю, что это правда, потому что я чувствую такую поддержку, что Господь весь год будет вам покровительствовать, смотрите, какая ошибка допускается, на Пасху муж, женой не должны Христос, то есть, когда мы говорим, Христос воскрес, воистину воскрес, мы целуемся три раза, вот, муж, женой этого делать не должны, потому что считается, что это к разлуке, и, ну, в моей практике такое вроде как, я могу сказать, что это было, случайное стечение этой обстоятельств, или не случайное стечение этой обстоятельств, что такое в моей практике было, не лично у меня, у меня у клиентки было, а вот дети с родителями три раза, Христос, ласкайте детей, не обделяйте их в этот день никаким, своими ласками, при первом ударе колокола, вот, если вы больны, да, ну, все, в принципе, у нас какие-то заболевания есть, ну, не поленитесь, 12 часов обычно это бывает, да, при первом, звони колокола, скажите, Христос воскрес, а мне рабу Божьему, или рабе Божьей, здоровье, вот, если вы это скажете, вы знаете, выздоравливает даже тяжело больной, в общем, улучшение приходит очень-очень быстро, поэтому, тоже говорю, пользуйтесь этим, не отмахивайтесь, вот, рукой, да, все это ерунда, нет, не ерунда, смотрите, чтобы жить богато, опять же, говорю, богато, помним, что такое у нас слово богато, богато, что это такое, на Пасху вам надо разменять, три раза деньги подряд, три раза деньги подряд, то есть, вы берете там, допустим, 500 рублей, да, и идете, размениваете, ну, лучше, конечно, брать небольшие деньги, ну, что-то купите там, да, 100 рублей, разменяли, потом пошли еще в другой магазин, еще что-то купили, потому что просто так менять денежки, конечно же, нельзя, что-то купили, еще сотенку разменяли, да, там, или 50 рублей еще, и вот эту мелочь тоже, эту мелочь, которую, вот, три раза, после того, как вы разменяли, три раза, вам надо, вот таким мягким, смотрите, мои хорошие, мягким движением, как бы, загнать в угол, говоря, при этом, ты тоже, говорится, это три раза, вот, катись в красный угол, серебро, нам на богатство и добро, и вот это, вот эти потом денежки, они должны пролежать всю пасхальную неделю, хотя Пасха празднуется 40 дней, тоже, как и Пасхи, но они должны пролежать до, скажем так, до родительского вторника, до родительского вторника, и после этого вы эти денежки собираете, в красную, лоскуточек, в узелочек, и убираете до следующего пасхи, только через год, они будут как магнитом притягивать, тоже к вам материальные, благо, вот, и это очень даже, действительно, помогает, вот такие вот вещи, а, знаете, я вот хочу сказать вам, вернее, спросить у вас хочу, вот вы знаете, что на Пасху существует такой обряд, ну, такая игра, когда катают яйца, ну, таких вот, и там, где по могилам, ну, нельзя на могилах, конечно, катать, и вообще в Пасху нельзя ходить на, сейчас я скажу об этом, катают яйца, и когда бьются яйцами, вот, друг об друга, да, вот откуда это, знаете, мои хорошие, блин, ну, все равно будет, старайся так, чтобы мелочь была, я думаю, что, наверное, они совсем знают, не, да, вот, так вот, если, это, эти игры, эти игры, они как славянские, так и германские, это вот оттуда, и в христианстве, в христианстве считается, что когда вот катишь яичко по, ну, там можно по шифере не скатывать, или это, то это считается, как бы символом открытия гроба Господня, то есть, когда его уложили, положили в пещеру, да, и завалили камнем, вот яичко катится, открывается, но на Руси, это вообще, конечно, интересно, мне так это нравится, считалось, что когда катится яйцо, то, вот оно, освещенное причем яйцо, когда, после того, как в церкви, это самое, оно катится, и крутится, и вот этим самым, когда, когда оно катится, то заставляет бесов крутиться, и вертеться, чем доставляет им огромнейшие страдания, вы понимаете, какая интересная штука, а когда, двойной какой смысл, смысл интересный, то есть, все идет на праздник, не участок, а когда бьются, бьет яйцами друг об друга, считалось, что вы бесов сталкиваете лбами друг от друга, и тоже, в общем, они страдают от этого, вот такое, такие вот, то, что я вам хотела рассказать, еще я вам хочу, конечно же, рассказать, о курсе, о тренинге, который будет, который я назвала пасхальный звон, что там будет, вот, и обряд на раскрытие икон, знаете, с чем столкнулась, вот совсем недавно, да, вот когда мы покупаем иконы, ведь не все иконы открыты, они стоят, но они излучают такую маленькую силу, у которой, ну, это недостаточно, наверное, и для того, чтобы они работали у вас в полной силе, их надо открыть, обряд подождь Божий, это на благосостояние, на удачу на весь год, на привлечение партнера, защитный обряд, обряд под благовещение, вот самое, смотрите, у нас с одной стороны такое, у нас благовещение и страстная суббота совпадают, поэтому, вот, такой он будет, немножечко я дам, сделайте на следующий год, много обрядов на обереге нож-ножницы, на засевание денег будет, пасхальный обряд на замужество, заговор на мужскую силу, все, любовь, все это будет, именно, и мы будем создавать годовой вектор, свой годовой вектор, это наш вектор удачи и везения, вот, у моих учеников, есть камень с годовым вектором, а этот, это пасхальный, и как это делать, что это делать, я вас всех научу, кроме того, я совсем недавно вспомнила, что, хорошо, когда вы используете, в своих, вот, в этих обрядах, да, когда вы считаете заговоры, создать магический треугольник, когда вы будете обладать добавок еще сильной магической силой, сильной, уже пошло, вы будете обладать усилением вот этого, что вы делаете, то есть вы как маг, ну вы же волшебники, но не люблю я слово Бога, волшебник, вы, у вас все это будет, вот, раз сказали и получилось, как у Василисы Премудрой, махнул рукавом, и озеро, махнул другим, и лебедим, вот этому всему я буду вас, учить, буду под, и естественно, еще раз повторюсь, что будет посвящение заговорное слово, для того, чтобы вы могли пользоваться любыми заговорами, которые вам нравятся, вот, ну, на сегодня все, надеюсь, что вы, вам было интересно, узнали что-то новое, или вспомнили что-то старое, и уже, уже, ну, как, наверное, морально готовы к тому, чтобы провести и вербное воскресенье, и, естественно, страстную неделю, поэтому, все, что я вам хотела, рассказала, я отвечу на вопросы, кому интересно, какие-то, обязательно, если, я побуду в комнате, спасибо вам большое, за то, что вы пришли, за то, что вы меня выслушали, маленькие хитрости, но вам все равно, сегодня были даны, и еще раз, я вас приглашаю, на курс, он большой, очень большой, и, вот еще, что я буду, будет на этом курсе, работа, и, с иконами, и обряды на икону, не только открытие икон, но еще, что-то вкусненькое, я всегда даю, что-то, что-то очень интересное, для того, чтобы вам было полезно в жизни, все, мои хорошие, спасибо вам большое, еще раз, за нашу встречу, всего доброго, Танечка, я закончила, попуду в комнате немного, если вдруг, возникнут вопросы, всего вам доброго, до новых встреч,